Из-за России НАТО хочет создать 30-тысячные силы быстрого реагирования. Об этом со ссылкой на дипломатов пишут немецкие СМИ. Ожидается, что вопрос обсудят на встрече министров обороны Альянса уже на следующей неделе. Традиционное заседание комиссии Украина-НАТО в эти дни, скорее всего, не состоится из-за блокирования Венгрии. Но Киев и Будапешт уже на пути к компромиссу. Елена Абрамович знает все подробности. Встречи на уровне министров обороны и глав МИД Украины и стран НАТО отменялись более полугода. Заседание блокировала Венгрия, пытаясь убедить Киев пересмотреть закон об образовании. Он увеличивает часы украинского языка в школах нацминшинств, отодвигая венгерский на второй план. Для Венгрии, которая после Первой мировой войны потеряла две трети своей территории, этот вопрос принципиальный. Отношения стран зашли в тупик и теперь в конфликт вмешались США. Американский госсекретарь Майк Помпео поговорил с венгерским министром иностранных дел Петером Сиярта. Секретарь отметил срочную необходимость поддержки Украины в связи с российской агрессией, включая важность сотрудничества Украины с НАТО и противодействие российскому влиянию в Центральной Европе. После консультации в США Венгрия согласилась на переговоры по образовательному закону. Будапешт предложил Киеву создать межправительственную рабочую группу. Она должна следить за выполнением рекомендаций Венецианской комиссии. Наша цель вернуть закарпатским венграм те права, которые им предоставлялись ранее и гарантировались. Венецианская комиссия предусмотрела, что украинские органы власти должны консультироваться с национальными меньшинствами и воздерживаться от ограничения ранее приобретенных прав. Консультации представителей Украинского министерства образования с венгерскими национальными меньшинствами уже назначены на 5 июня. Другой украинский вопрос, которым НАТО пытается помочь Киеву – ситуация на Донбассе. В штаб-квартире Альянса сегодня состоялось заседание комиссии «Россия-НАТО». На редких встречах с представителями России в Альянсе пытаются поддерживать политический диалог с РФ и ищут пути снизить напряжение. Тем временем немецкие СМИ сообщают, НАТО планирует создать 30-тысячные силы быстрого реагирования в дополнение к уже существующим 20-ти тысячам, чтобы улучшить готовность отреагировать на возможную атаку со стороны России. Из Брюсселя Елена Абрамович, Евгений Каминский, подробности. Европейское бюро телеканала Интер.